Жители лесного городка уже много лет ждут открытия новой школы, поскольку старая уже с трудом вмещает в себя учеников и сильно обветшала. Сейчас в ней учится 950 детей, хотя рассчитана школа всего на 750. Школа не вмещает то количество детей, которые в этом году сюда идут. Она даже та школа рассчитана на то количество, которое идет в этом году в эту. Ну тут уже просто жизнь заставит сделать ту школу, наверное, потому что уже все, дальше просто некуда. Новая школа, в которой смогут учиться более тысячи детей с двумя бассейнами, спортзалами, просторными классами, должна была открыть свои двери 1 сентября. Однако из-за финансовых проблем компании-застройщика, открытие школы придется вновь перенести. Ученики переступят порог новой школы не раньше декабря. Сейчас ведутся работы по устройству плавательного бассейна и установке оборудования по бассейну плавательному. Ведутся работы по актовому залу устройства полов и подвесной потолок. Ну и спортзал у нас полы настелены, осталось только отсеклевать и покрыть лаком. Все остальные работы практически готовы. Нам осталось совсем немножко плитки сделать. Ну и застилаем линолеум, устанавливаем светильники по школам. На слово застройщику власти района больше не верят. И поэтому регулярно посещают стройплощадку с инспекциями. Вместе с Андреем Ивановым новую школу осмотрели и общественники района с местными жителями. Мы хотели бы поинтересоваться, у вас сейчас никаких финансовых проблем нет, чтобы закончить бассейн? Сложности есть, но пока мы видим, что с конца июля немного продажи улучшились. После того, как новое здание будет введено в эксплуатацию, начнется реконструкция старой школы, где впоследствии разместятся начальные классы. Оба учебных заведения будут работать как единый объект. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.